Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 21 апреля, мы с Надюшкой пришли подвязывать томаты к колышкам. И я, как в перерывах между работой, я всегда так делаю, я буду рассказывать вам о подкормках, раз уж начали эту тему. Эта тема многогранная, эта тема непростая. Перед этим в предыдущем видео я рассказала три золотых правила подкормки, что вы должны осторожно применять подкормки. А сейчас я поговорю на тему еще более интересную, листовые и корневые подкормки. Вы, наверное, всегда читаете или слышите, сделать подкормку по листу или подкормить под корень. И я вот хочу вам сейчас рассказать про различия, чем они различаются и какая лучше. Я сразу скажу, что я склоняюсь к листовым подкормкам, но это не значит, я всегда говорю, что мое мнение не значит, это единственное верное. Кто-то любит корневые подкормки. В чем я вижу преимущество листовых подкормок? Конечно, при таком объеме, как у меня, вот я сейчас высажу 2000 томатов, и вы понимаете, есть разница поливать под корень воду, носить, намешивать в ведрах, носить ковшиком, поливать дозированно. Или просто пойти и вот так вот спрыснуть их. Это большая разница. И вот первое, самое большое преимущество, которое я вижу в листовых подкормках, это более, то есть менее трудозатратно, меньше времени, меньше труда, используемый при листовых подкормках. Листовые подкормки могут делать и больные люди, и пожилые, и пенсионеры, и даже дети. Просто опрыскивание, а дает эффект тоже хороший. Второе, второй плюс, который я вижу, это, конечно, экономичность подкормок. Потому что для листовых подкормок, вот я в прошлом году, когда делала витаминные вот эти опрыскивания, там всего 2 мл, что ли, разводишь на сколько-то, на литр или на 2, но точно не помню, это не факт важно. Мы вот это минимальное количество, несколько капель буквально разводим и хватает на всю теплицу. Чтобы полить подкорень, всегда обычно мы тратим вот этого вот, как препарата, вещества, всегда мы тратим больше. Потому что вы понимаете, что что-то там в грунте остается, что-то дойдет какое-то минимальное количество, и поэтому всегда в грунт мы льем вещества больше, чем накладываем на листья. И третье, это, конечно, эффективность и быстрота. Листовые подкормки работают намного быстрее, но это ясно почему. Когда мы делаем корневые подкормки, пока грунт смочится, вот этот вот, у нас это вещество наше в приствольном круге остается, пока корни его найдут, пока корневая система все это всосет, переработает, пока она пойдет по стволам, по листьям, дойдет там до цветов, до чего-то, ясно, что это пройдет какое-то время. И еще раз опять замечу, что половина вещества там теряется в земле. А листовая подкормка дает эффект мгновенный, только мы преснули на листья, контакт, все, вот это вещество лежит на листе, когда она моментально проникает в растение, и вы можете, если, например, ну какие-то вам нужно форс-мажор, какие-то быстрые подкормки, вы можете увидеть эффект в этот же день. Но про листовые подкормки нужно добавить, что тут тоже нужно соблюдать правила, как я уже говорила, утром или вечером в солнечный день нельзя, и только по показаниям. Все, до свидания. Я потом в следующем видео вам скажу, какая подкормка будет первая у меня, но я сразу скажу, что первая подкормка будет у всех разная, зависит от возраста растения, от состояния его, от сбалансированности почвы, от того, что вы вносили, что вы нет, и что требуется вашим питомцам. Все.